Добрый день, дорогие друзья и гости этого замечательного YouTube-канала! Спасибо, что вы с нами, мы сегодня путешествуем в Sunny Isles, которая находится во Флориде, в Майами. Посмотрите, какая красота! Мы поднимаемся на лифте и заходим прямо в квартиру к нашему брокеру по ипотеке Юлии. Еще одна Юлия, богиня по ипотеке Юлия и Элаэс пригласили. Здравствуйте, мои хорошие! Добро пожаловать в Sunny Isles! Пригласили нас сегодня в гости, поделятся полезной информацией, напоят вином, шампанским. Смотрите, мы хотели показать вам эту красоту. Как раз солнышко, посмотрите, какую эту красоту, да. Солнышко. Это конда в Sunny Isles. Юля, ну вот расскажи, что здесь у вас под домом. Да-да-да, посмотрите, вот здесь, да, это наша знаменитая плаза, где матрешка, калинка. Моя дочка ходит в эту школу с бабушкой пешком, а вот через этот мост я еду в Авентуру, и там мой офис. А это наш любимый океан, да. А там здание, где мы сейчас остановились. Да, посмотрите, а здесь я сижу. Это где ты принимаешь звонки от своих клиентов? Нет, это где я прихожу вечером, когда у меня очень сильно болит голова. Да, я сижу, смотрю на океан, и это как бы восстановление моих сил и жизненной энергии. Это красота, просто не передать, как красиво. Большие балконы, большие витражные стекла. Да, океан, конечно, жалко, что сейчас нет такого лазурного, ярко-голубого океана. Уже к вечеру время. Да, уже время к вечеру. Вообще мы здесь живем, на этом балконе. Я тоже здесь не против пожить. Всегда пожалуйста, ребят. Ну хорошо, спасибо большое за тур, а сейчас к делу. Да. Юля, спасибо большое за экскурсию по твоему кондо. Просто это незабываемое чувство, то, что я увидела. Благодарю. Просто огромное-огромное спасибо. Сейчас это моя фишка, видимо, стала заходить в дома к брокерам по ипотеке. Сейчас, да, спасибо большое. Я думаю, всем тоже очень понравился и вид, и расположение кондо. Но сейчас мы вернемся к работе. Да. Юлечка, ко мне обращаются очень много людей с вопросами по ипотеке для иностранцев. Нет, не кредитной истории, не знаю вообще ничего, но иностранцы. Не social security. Да, и я понимаю, что иностранцы тоже там, может быть, или Канада, другие страны, но вот ко мне обращаются с бывших стран СНГ, это очень важно. Даете, делаешь ты ипотеку? Да, конечно, мои хорошие. Здравствуйте, спасибо, что, Надечка, ты ко мне приехала all the way from Orlando. Да, спасибо, привет всем с такого солнечного Sunny Isles. Конечно, мы работаем с большим количеством иностранцев, с гражданами различных государств, бывшего СНГ. Сейчас очень популярны у нас также клиенты из Канады, да, то есть мы всем даем кредитование, и я вам могу немного рассказать, если это вам интересно. Скажи, пожалуйста, что нужно, да, то есть, насколько я знаю, нужно, не хочу отпускать, извините, ребята, но это такая милашка, милосатая такая, что я не могу даже его из рук отпустить. Маша не хочет. Да. Давай тогда, может быть, по порядочку, что нужно для человека, вот приехал человек с той части Восточной Европы, многие лендеры отказывают, насколько я знаю, это как бы, ну, не все дают, да? Да, да, смотрите, ребят, что нам нужно, самое важное, у нас есть два вида кредитования, то есть самое главное, это иметь американскую визу, и она должна быть годна туриста, либо любую визу, да, она должна годна быть минимум шесть месяцев, да, то есть это очень важно. Второе важное, как бы, в кредитовании, это имение счета здесь в Америке, потому что все деньги должны будут перечислены быть сюда, в Соединенные Штаты, в счет банк. Да, да, то есть что нужно граждану не Америки, да, иностранцу? Для иностранца нам нужно предоставить, чтобы у иностранца было хотя бы 30% первоначального взноса, это очень важно. У него должна быть американская виза, у него должен быть счет в банке, или он может открыть счет в банке, когда он прилетит, да, и на счету у него должно быть 30% первоначального взноса, закрытие... Клозинг, это закрытие сделки, закрытие сделки. И еще банку нужно иметь понимание, что у клиента есть хотя бы на год вперед оплаты объекта. Например, если оплата квартиры, да, составляет 2000 долларов, кредит, тело, интерес, страховка, налог на недвижимость, полностью сумма 2000 долларов, то клиенту нужно иметь 12 месяцев, то есть 24 тысячи... То есть еще дополнительно, дополнительно, да, и эти деньги должны быть тоже здесь, да, то есть вся сумма, они хотят, то есть банки, как бы банки хотят иметь понимание, да, что у клиента есть резерв, и они автоматически будут собирать деньги каждый месяц и с этого аккаунта как бы считывать, да. Это очень хорошая, полезная информация, тут проходы ходят вообще... Круиз, круиз, поехали люди, счастливчики. Очень полезная информация, чтобы люди поняли, какая сумма им нужна, чтобы получить даже кредит. То есть получается, если цена дома 500 тысяч, например, грубо говоря, да, чтобы мы так немножко сейчас простым языком, цена 500 тысяч, значит 30% должен быть down payment, это получается 150 тысяч. А closing cost приблизительно на 500 тысяч, я понимаю, что... Извиняюсь, ребята, колбасу все своровал уже, да. То есть, да, closing cost, ты, скорее всего, знаешь приблизительно, сколько будет... Ну да, приблизительно это будет, скорее всего, процента 3-4 от самого покупки... 3-4 от цены... От цены объекта, да. Окей, хорошо, и должна быть сумма на 12 месяцев резерв, которую вы не будете тратить при покупке, вы не будете, вашу сумму никто... Да, его никто не заберет, это просто банк будет видеть, что есть эта сумма... То есть, что у вас есть на будущее, что у вас есть возможность платить по ипотеке, они должны эту сумму видеть, правильно? Правильно. Юля, конечно, спросить, какая процентная ставка, это можно сказать, ничего не спросить, потому что ставки, они понятны, сегодня одна, завтра и другая, может быть, кто-то нас будет смотреть через 3 месяца, через 6 месяцев, это все меняется, но вот на сегодняшний день, сегодня какое число? Сегодня, по-моему, 5-е ноября. А, 4-е ноября. 4-е ноября, да. Да, 4-е ноября это было, вчера у меня день рождения был. Надя, Надя. Да, ну вот на 4-е ноября приблизительно, я понимаю, что тоже разные пакеты, ипотеки и так далее. Хорошо, я вам скажу, да, я просто думаю, что когда, если вы будете смотреть через 6 месяцев это видео, то это будет уже неактуально, но на сегодняшний день, на ноябрь, 4-е ноября 2022 года, если вы гражданин, sorry, если вы иностранец, и вы можете показать свой доход в вашем, в вашей стране, то ставки сейчас от 6.875 до 7,5. Если вы иностранец, и покупаете здесь инвестицию, и нам не нужны ваши доходы, то ставки от 8 до 9%. Но это все на сегодняшний момент. Мы очень надеемся, что когда вы нас будете смотреть, 6 месяцев спустя... Ставки будут 2,5%. Да, ставки будут 2,5%. Такое, наверное, в истории будет интересно, может быть. Да, это у нас был такой очень исторический момент, потому что вообще, ребят, ну, ставки всю жизнь... Все жизнь была высокая. Работала я, работаю до 12 лет уже. Сколько это лет? 12 лет. Да, и то есть наши обычные ставки, это 4.875, 5.25, это были обычные нормальные ставки у гражданина Америки. Иностранцы всегда будут на процент, полтора выше, потому что, ну, как бы, риск выше. Но хотя очень интересно, потому что иностранцы, они статистически выплачивают все быстрее. И, как бы, когда банки Америки увидели, как быстро выплачивают иностранцы свои кредиты, быстрее, чем американцы, поэтому они сказали, что у них вообще абсолютно нет проблем давать иностранцам. Проблемы с иностранцами. Да, то есть это зависимости от какой программы мы с вами выберем. Вот это интересно, потому что я слышала, что какие-то программы вы не можете, вы покупаете дом, вы думаете, вы сюда приедете и поселитесь, но... Да, то есть это нужно нам понимать, каким путем мы пойдем. Если вы выбираете программу инвестора, вы там жить не можете, а если вы выбираете второй дом... А если вы выбираете второй дом, здесь жить, как вакейшн, то без проблем вы можете... А в чем тогда, ну, вот, хорошо, разница между тогда будет в этой именно... Именно foreign national, да, это ипотека иностранцам, второй дом и инвестиции, там процентные ставки как-то отличаются? Нет, это хороший вопрос, потому что, смотри, Надь, на самом деле и ставки отличаются, но еще отличаются тем, что если клиент может доказать достаточно дохода, тогда он... То есть он должен быть qualify на второй дом, потому что, когда мы делаем дом как иностранец и как инвестор, то банк практически ему неинтересно, что там зарабатывает инвестор, потому что ему интересно только, насколько аренда этого дома покроет весь кредит. Да, поэтому как бы здесь это приоритет клиента, то есть когда мы будем разговаривать с клиентом, то есть мы поймем, как он хочет, что и какая у него цель. Приезжать здесь и иметь этот дом как вакейшн, и он может тут жить, либо он хочет сдавать его, иметь инвестицию здесь в Майами или во Флориде. Юлечка, спасибо, я тебя слушаю одним ухом, мне так маршмеллоу этот понравилось, я прям хочу забрать его с собой. Юля, спасибо, да, большое, это очень-очень интересная тема, я получаю очень много звонков. Вот у нас богиня ипотеки для иностранцев, поэтому вы, конечно, послушайте видео, но каждый случай индивидуальный. Да, это нужно обязательно разговаривать, понимать, какие у клиента вообще цели, и уже под этой целью строить вообще весь кредит. Так, отвлеклись немножко. Вы же простите, но я не могу этого собачонка запереть в комнате, он плакать начинает, и он слишком милый. Он очень хочет быть с нами, и он тоже у нас моргасбрук. Юля, я хотела затронуть еще одну тему, очень болезненную, прям до боли болезненную. Это что делать с такими огромными процентными ставками и с таким огромным closing cost, затратами по закрытию. Ты мне как-то говорила, что есть какие-то обходные варианты, пожалуйста, можешь поделиться. Да, смотрите, ребят, мы видим реально то, что клиент очень сильно переживает, да, за то, что сейчас ставки очень высокие, но можно сделать следующее. Можно, ну, как бы, когда у вас такой прекрасный риелтор, и находит вам красивый дом, и вы его влюблены в этом до безумия, в этот дом, да, и надежда начинает negotiation, то есть она начинает говорить о том, что, ну, как бы, представлять вас, да, и говорить о том, что вы хотите купить этот дом. То есть вместо того, чтобы, как бы, понятно, что она попробует снижать вам цену, но еще очень важно взять кусочек вот этого кредита, то есть не кредита, а взять, попросить у селлера денежки на закрытие сделки, и этими деньгами, воспользуясь этими деньгами, купить себе ниже ставку. Вот интересно, смотри, если, например, дом стоит, ну, что мы скажем там, грубо говоря, 650 тысяч, ну, к примеру, да? Возьмем 600, чтобы было лишь легче. Давай 600, давай 600 тысяч, я как раз хотела по поводу 50, ты советуешь лучше не снижать цену дома, потому что, в принципе, как бы, в месяц это сильно большой разницы не будет играть, например, там, снизить на 50 тысяч не с цены дома, а попросить кредит. Да. Это, я так сказала, 50, это надо еще поработать, ну, тысячи 20-30, вот так, да? Если, если, возможно, попросить, как бы, день уж, деньги на закрытие сделки у вашего продавца, например, в 20 тысяч, допустим, мы берем, да, то есть мы эти 20 тысяч берем и смотрим, сколько мы, вот, например, на сегодняшний день, вот у меня сейчас клиент, это американец, и у него ставка 5.5 стоит 20 тысяч долларов, и эти 20 тысяч долларов, да, ставка на 30 лет стоит 20 тысяч долларов, для того, чтобы у него, чтобы у него была ставка 5.5, чтобы у него был хороший пеймент в месяц, то есть, да, оплата месячная, у него ставка стоит 5.5, и эти 20 тысяч долларов оплачивает продавец, то есть, риелтор договорилась, вместо того, чтобы она опускала цену, она попросила 600 тысяч стоимость дома, и 20 тысяч селлер доплачивает на расходы покупателя при закрытии сделки, то есть, это очень, очень хорошо, потому что, ну, это сейчас просто очень актуально, и мы видим, мы можем, да, это, это, то есть, как бы сделать. Еще, ребят, у нас есть такой лендер или банк, да, который сказал, хорошо, если клиент хочет, ну, вот, ему не дал, да, продавец эти деньги, но он все равно хочет взять ставку 5.5, он может вот эти поинцы, да, которые, вот это, сколько это стоит, сфинансировать, банк профинансирует, закатает это в ваш кредит, то есть, вы все равно заплатите обычный, как бы, ну, как, сколько вот, обычный клоузинг. Это какое-то масло масляное, честно говоря. Да, то есть, это, потому что сейчас... Что тебе банк дает кредит на то, чтобы ты... Да, то есть, например, ваш, ваш кредит 300 тысяч, да, и ваша, это же опять, ставка стоит 20 тысяч, вот, которые вы хотите, потому что вы можете платить. Вот эти 20 тысяч, и у вас, вам не удалось, вот, у вас в этот дом, и вот селлер не дал вам этот дискаунт, ну, то есть, вот эти 20 тысяч, вот этот определенный банк, но он только один сейчас, который разрешает эти 20 тысяч, как бы, ну, сделать вместо того, чтобы клиент должен 300, он должен будет 320. То есть, он будет рассчитывать эти 20 тысяч на 30 лет. На 30 лет. И клиенты, то есть, очень радуются этому, потому что сейчас, в связи с тем, что вообще происходит, да, люди хотят иметь свою наличку, и они, ну, для них это очень важно. Ну, что ж, друзья, на этой фазе мы с вами попрощаемся. Я хотела поблагодарить Юлю. Спасибо большое за такое количество полезной информации. Я надеюсь, что многим из вас эта информация пригодится. Кстати, Юля, профессионал не только по кредитам иностранцам, в принципе, по любому пакету... Да, по любым программам. Да, по любым программам ипотеки. Так что, если есть у вас вопросы, звоните. Юля, очень хороший профессионал с большим стажем работы. Спасибо большое, Юля. Спасибо большое, Надечка, что вы ко мне приехали. Это так приятно. All away from Orlando. И, наконец-то, сегодня у нас такая солнечная погода. Так что, я надеюсь, вы еще к нам приедете в наше солнечное Майами. Обязательно. Ну, что ж, мы сейчас пойдем погуляем по пляжам, а с вами мы прощаемся. Спасибо большое. Пока. Пока. Всего доброго. Субтитры подогнал «Симон»!